всем привет продолжаю про круглую кокетку и азиатский росток вот я немножко провязала соединила вот в этом месте а теперь всю эту красоту буду распускать значит сейчас немножечко скорректирую информацию которую я в прошлом видео наговорила я думала что вот в этом месте там где будет соединяться вот этот вот азиатский росток и вот эта часть круглой кокетки до под в подмышке в боковом шве я думала что сделаю здесь еще набор небольшой петель на подрезы но на подрез наберу чуть-чуть набрала провязала несколько рядов ну примерно даже вот примерно столько вижу много распустила не стала набирать на подрез почему потому что сам росток когда я вывязывала я вот здесь вот в этом месте здесь связала поворотными рядами туда-сюда предыдущий ролик посмотрите кому интересно оставлю ссылку вот то есть сейчас уже не очень видно потому что соединила да прям сейчас буду распускать покажу вот значит немножечко вот здесь вот на подрез как бы делала прибавку вот это место села идеально вот она как раз вот здесь вот нижняя часть проймы со стороны спинки ну прям классно все но померила и какому выводу пришла пришла к выводу что круглая кокетка это вам не хухры мухры это достаточно сложная вещь в плане исполнения описание много есть в интернете но на каждую толщину нити на каждую руку каждый почерк на каждую вязку каждый узор то есть свои особенности вот поэтому я для себя ищу формулу скорее принцип такой который позволит вот мне лично изделие это вязать достаточно качественно для себя хотя бы чтобы она хорошо сидела это именно круглую кокетку и сейчас скажу что мне здесь не понравилось вернее в чем я ошиблась сейчас буду распускать и рассказывать руки у меня черные это я заправлял принтер картридж вернее и вся в чернилах не отмывается краска от рук так сейчас я распущу кому не интересно перематывайте я просто хочу параллельно нет запуталась нитка да не хочу ее запутать хочу параллельно распускать и рассказывать потому что когда распускаешь это тоже полезно посмотреть вот я например не знаю мне не попадались ролики когда кто-нибудь из мастериц брал прямо и распускал свою работу потому что ну жалко во первых труда я тоже долго колебалась думала ой сколько времени драгоценного я потратила на эту кокетку причем летнего времени когда у меня там огород когда у меня там куча делал стройка а я сижу вижу потому что вязание это на такой процесс который прям вот затягивает так вот значит вот так вот я сейчас это все разложу буду распускать значит что какая у этой круглой кокетки особенность вот вроде бы смотришь что она там на фотографиях на роликах других роликах у просто ничего сложного набрал цепочку и вижу себе по кругу делай прибавки так чтобы круг расширялся во все стороны он нет сейчас вот распущу и покажу значит здесь моя ошибка я например поняла когда вот это вот вечно себя половинку скажем так может быть не половинку одну третью часть футболки на себя надела я поняла что вот этот радиус я сделала очень большим его надо делать меньше то есть кокетка не должна ложиться в плоский круг она должна закругляться начинать достаточно рано то есть не стоит вязать такое солнце вот я сейчас еще возьму линеечку вернее сантиметр так и скажу сколько у меня здесь получилось по длине сидит она вот в этом месте хорошо то есть такой вот вырез достаточно ну такой не маленький небольшой для лет хорошо 37 по переду так условно можно же перекатить и здесь 23 по спинке 3723 сколько 60 сантиметров ну это на мой размер скажем так условный условно 50 до потому что это трикотаж он же может растягиваться вот так 48 50 52 где-то вот так поехали сейчас распущу разложу ее и покажу в чем ошибка начинать делать убавки нужно уже где-то примерно вот но если здесь 60 сантиметров окружность до 3723 60 правильно до 60 начинать делать убавки нужно где-то уже примерно вот сантиметров после 5 и вот здесь вот в этом месте не размахиваться с прибавками потому что у меня даже здесь вот видно немножко что есть такой валан то есть я дала здесь лишнего объема прибавила то есть как набрала цепочку провязала столбиками без накида 1 ряд а потом в третьем ряду во втором условно начала делать прибавки из двух петель провязывать 3 то есть соответственно на 50 процентов увеличила количество петель то есть плюс плюс ровно ровно третью часть прибавила от тех петель которые у меня были набраны а это много и этого делать не нужно вот сейчас буду перевязывать и еще какой момент меня всегда смущает в вязание крючком так наборная цепочка она не знаю как у кого может быть кто-то знать секреты как сделать что цепочка не было жесткой у меня на все время жесткая вот в этом месте набрала цепочку и вот она вот она как вот она вот вся вот эта часть она имеет все-таки некоторую растяжимость да она трикотажная а цепочка она вот так вот такая жесткая веревка и можно просто потянуть за воротник и задушить так человека да ну то есть нет в ней эластичности прямо не нравится мне этот момент я когда начинала вязать эту футболку я сначала думала связать маленькую узенькую резиночку крючком а потом уже от нее начинать вязать к саму кокетку но чё-то как-то повозюкалась чуть мне не понравилось ну и думаю да и от цепочки свяжу может быть я цепочку как-нибудь потом врачим шагом или чем-нибудь но пока вязала пока мерила несколько раз туда-сюда она прям превратилась вот такую жесткую вытянутую веревку шнурок вот это место в трикотажном изделии когда все изделие достаточно эластичное мне это не нравится так следующий момент который мне понравился в этом проекте это сама нитка несмотря на то что нитка классная итальянская сям сапфир люкс вот и она тоненько 500 метров 100 граммах все равно получается вроде полотно не толстая но все равно получается вот жарко и одеваешь ее и она как будто хотя вискоза стопроцентная вот она царапается вот как как будто царапается я ее не стирала конечно может быть она после скорее всего на в какой-то пропитке может быть она после стирки будет мягкая станет мягче ну вот как-то не очень как-то приятно к телу когда из мерсеризированного хлопка вяжешь он тоже немножко такой жесткий но не так царапается вискоза казалось бы должна быть пушистая она вот как не очень приятно к телу поэтому скажем так очень вещь на такую прям жару жару из нее либо надо вязать таким сплошным ажуром прямо чтобы весь в дырочку дырочку я прям совсем не люблю когда так много дырочек вот вот здесь вот я вязала небольшим таким зигзагом 3 на 3 3 рядочкой 3 столбика вижу потом прямой потом из одной петли 3 столбика провязываю потом основу 3 столбика по прямой и потом три столбика в одну петлю собираю ну так по простому все и вроде как плотное полотно получается но вот что то вот не знаю для юбки может быть и хорошо у меня юбка у меня юбка есть но он из хлопка связана в ней прямо очень легко она продуваемая такая то есть она совсем не жаркая а вот верхние то есть плечевое изделие да вот почему-то жарко не знаю в общем распускаем сейчас буду распущу и буду как-то передумывать саму вообще всю идею потому что в наших вязальных вещах вязаных вещах должно быть все прекрасно и пряжа и модель и исполнение и посадка а ну самое главное то что я не сказал что мне больше всего не понравилось он сейчас бы и забыла и пропустила значит вот этот вот лишний объем по кругу вот этот лишний объем по кругу он как себя проявляет на спине вот хорошо сидит все нормально то есть вот это вот росток он плавно переходит в подрезы то есть садится прямо замечательно а вот сверху вот здесь вот я бы немножко убрала примерно ну сантиметров так вот по три то есть вот с каждой стороны то есть сделал бы скос плеча больше сейчас уже так буду делать и вот в этом месте там где начинается как бы условная пройма переда вот здесь вот здесь тоже избыток избыток вот этого полотна его прям хочется он он сборит и прям хочется вот такой взять и сделать вытачку здесь поэтому я решила что все таки это из-за того что я сделал вот этот большой круг солнце стало слишком широко но вязать как бы юбку да то есть вязать не футболку не блузку от горловина от горла а широкую юбку а ее надо вязать поуже то есть нужно сейчас вот вся за им чисто математическим путем прям буду рассчитывать сколько мне нужно петель вот в этом ряду когда уже как бы вывязан рукавчик вот этот рукавчик получается очень красиво он сидит как раз плечо прикрывают то есть не не такой неглубокий вырез когда голые плечи торчат а плечо прикрыто вот ровно там где нужно то есть и не длинный и не короткий вот то что нам надо для летней футболки вот этот функционал я хочу сохранить собственно с этой целью я этот ролик записывать то есть для себя чтобы чтобы запомнить свои ошибки и их исправить потому что сейчас распущу и забуду что было вот а если еще отложу вязание до следующего лета так вообще забуду так вот у меня уже сейчас здесь рассоединился вот этот росток азиатский с кокеткой сейчас я разверну приведу его состояние в предыдущее которое было показано предыдущем ролике и объясню постараюсь объяснить свою ошибку ну во первых чтобы сама не повторять но если кому-то интересно кто-то ищет формула потому что понимаете вот девочки кто смотрит да не знаю может быть это я такая тупая все расчеты все так сказать по петельные какие-то да вот мастер-классы почему-то мне они вот не подходят ну потому что плотность вязания другая нитки другие люди вяжут обычно с большим ажуром там с большим количеством дырочек а мне хочется чтобы было и красиво и мало дырочек вот то есть совместить несовместимое хочу и мне понравилось вот это вот начало вот начало вот это понравилось здесь в общем-то такой плотный не я попробую показать мои страшные руки не обращайте внимание это чернила не отмываются от картридж вот здесь такой плоский кей ажурчик небольшой совсем простенькие вот эти два ряда но вот этот переход он достаточно симпатично смотрится вот мне нравится если бы вот этот вот момент взять и масштабировать то есть связать вот весь узор не переходить вот такие вот уже фистона прям фистона тогда было бы более элегантно и более скажем так стильно еще что мне здесь не понравилось я себя уговаривала но сойдет ладно так и быть мне не понравилось сочетание цветов если бы вот из этой вот из этого ма . то есть если если бы я взяла больше вот этих ниток да и связать вот полностью от изделия вот из этого серебристо бежевого серо-бежевого цвета было бы но очень такая стильная выдержанная элегантная ну такая красивая вещь а здесь вот но пестровато да если даже вот из вот этого шоколадного связать вот в один тон что-то даже со самым простым рисунком простой лицевой гладью или там каким-нибудь простым узором крючком то есть сама нитка сам цвет сам ее блеск она как-то идет не очень предполагает такую пестроту узора то я вязала думала ну ладно сейчас вот стерпится слюбится сейчас вот довяжу когда будет целое полотно будет красиво так она неплохо в принципе вот этот узорчик неплохой ну вот как-то вот чет простовато так что сейчас я все распущу кому полезно значит пользуйтесь информацией то есть вот вот здесь вот эти вот вот этот объем да он должен быть еще больше то есть вот этой плоскости быть не должно практически сразу если брать то есть я даже не знаю сколько здесь конкретно петель вот здесь допустим 60 сантиметров до в разложенном виде если вывязывать там цепочку или резинку на 60 сантиметров так чтобы она лежит где-то ну от шеи тоже сантиметра 3 может быть ну кому какая шея у кого какие плечи понятно да но вот то есть прибавки нужно делать это вот так вот сантиметров 5 и все вот вывязала резинку сделала прибавки это чтобы в плоскость не ложилась а с небольшим таким скосом плеча чтобы скос плеча уже формировался вот на этой стадии то есть чтобы он был более скошенный и дальше уже без прибавок вяжем просто по кругу не прибавляя будет вот так вот плавно будет плавно вот так загибаться то есть она но сама вот эта вот кокетка она будет переходить из плоского скажем так условного круга она будет переходить вот форму такой трапеции видны да вот и тогда вот этот вот весь лишний объем он натянется на плечи его не будет вот здесь вот подмышечной впадине спереди то есть в пройме здесь лишнего не будет и она бы так вот в натяжку на плечах сидите будет красиво то есть вот сама вот эта вот вещь она не предполагает лишнего объема это не оверсайз то есть вот я хотела связать именно так вот как футболку чтобы она сидела ну не в натяг конечно как кулирка с лайкрой но достаточно достаточно по фигуре поэтому вот так вот то есть в общем мысль какая и хочу немножко все-таки сделать перекат глубже то есть чтобы вырез вот спереди был вот такой то есть надо соответственно просток вязать еще не вот мне здесь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 рядов столбиков с накидом ну на мой тоненький крючочек 095 и на сапфир люкс 500 метров 100 граммах то есть надо бы еще довязать может быть два три ряда соответственно сделать не раз два три 4 не 10 рядов 12 столбиков с накидом здесь вместо цепочки провязать узенькую резиночку допустим в два в три столбика все в три столбика такой вот узенькую резиночку связать может быть какой-то какой-то такой шну не шнурок а как там по принципу шнура гусенички но не гусеничку не жесткий короче чтобы он вот был эластичный не только в эту сторону но и в эту сторону тоже и от него уже тогда начинать вязание вот именно прям буквально каждый ряд примеряю связала ряд примерила не перебарщивать с прибавками то есть найти какую-то золотую середину не знаю я попробую конечно математически это рассчитать как-то записать если если получится потому что обычно вяжешь по наитию интуитивно вот как вот идет как ложится так и вяжешь но юбку в этом смысле вязать проще там ну плюс-минус фалда плюс-минус объем не критично с футболкой с верхним изделием плечевым тут в общем очень много рельефов у нас девочек на фигурах да вот надо все-таки побольше здесь вязать росток и как раз вот эта часть она здесь еще добавится и она немножко прям зайдет в сторону переда и как бы лишнюю часть объема будет на себя забирать а так вот она вот была прям вот так вот нам не прям одеваю надеваю тут лишнее хочется вытачку забрать очень вот так распускаю когда начнем новое изделие если все сложится то покажу